Всем привет! Вы на канале Pius. С вами Пётр, Максим и за кадром у нас сидит Семён. И сегодня мы распаковываем игру микро-макро «Город улик». Такая небольшая коробочка, размером с небольшую книжку. Настольная игра написана от 14 лет, потому что, видимо, будем какие-то преступления жесткие расследовать. От 15 до 45 минут написано от 1 до 4. Но по факту может и толпа людей играть, просто больше 4 это неудобно. Тут прямо даже на коробке написано «Начните прямо сейчас, раскроете первое дело прямо на обложке, кто убил продавца бургеров». Я знаю уже. Ты уже понял, да? У нас передел «Стил жизни». А давай поближе покажем. Ты нашел тут бургерную, да? Ну вот бургерную, и сейчас я тебе объясню потом. Давай, давай сразу отточни. Давай, смотри. Ты видишь, вот этот, у него закончилась смена, и он пошел. Здесь вот этот. А, и он дальше туда идет? Он наблюдает, наблюдает. Потом он идет, идет. Подожди, подожди, подожди. Посмотри. Хочет выйти в парк. Ну он с этой стороны, вот он, да? Вот. Да, вот тут он идет. Потом он идет в парк. Здесь дубина. А вот этот пацан с дубиной. Вот этот парень убил. Так. Сейчас давай проверим. Он за ним проследовал. Где должен быть ответ написан. Давай перевернем, что на другой стороне. Так. Что у нас тут есть? В комплекте в игре одна огромная карта города. 110 см на 95 см. 120 карт с подсказками. 16 дел. Правила. Лупа для рассматривания улик, чтобы было. И вот такие вот карточки. Добро пожаловать в город Урик, где опасность подстерегает за каждым углом. Город полумрачных секретов, ловких грабителей, худрокровных убийц. Полиция здесь бессильна. Только вы сможете раскрыть все преступления. Ну, давайте посмотрим. Да, подожди, давай посмотрим. И здесь у нас... Решение перевернуто. Ну, он в феврале, видишь, написано. В феврале она напечатана, а вот только-только буквально на днях она вышла. Ого! Решение. Давай перевернем, проверим, кстати. Можно я почитаю? Давай я почитаю. Давай я почитаю. Ну, надо в кадр чтобы было. Продавец бургеров пошел от своего киоска на юг. Кролик с повисшим ухом и в маске преследовал его преступник догнал продавца на берегу реки, напал на него, спит и убежал с его сумкой. Да! С его сумкой убил, да? Мы что-то даже сумку-то не смотрели. А я заметила, там сумка у него такая, видите, такой маленький мешочек. Да, рядом с берегом реки. И мы все правильно решили. Да, и сумки там нет, но просто никого не заметили. Не были такие внимательные, для чего он его убил. Понятно, ну давай распаковываем. Не, я понял то, что у него сумка там была, а то, что он еще ее забрал. Зачем просто убивать, если у него нет цели? Ну, тут есть и магниты, которые ради своего удовольствия идут. Не очень-то детская игра она получается. Коробка сверху плотная, это уже хорошо. На всех языках. Внимание! Спойлеры! Не открывайте пачки с картами до прочтения правил. Не смотрите на оборотную сторону карт. Сначала обязательно прочтите правила. На странице 1, на всех языках сразу написано. Здесь уже правила на русском. Ого, вот эта карта на плотне. Дела по сложности, да, как я понимаю, да. Вот так же и идут классно, там 1, 2, 2, от 1 до 5. И все. О, смотрите, здесь наклейка. А тут вот они дела. Водное дело есть, это первая карта дел. Главное исследователь поворачивает ее, читает слух, текст на обороте. Получается от 1 до 5 карт. И сейчас без следа. Без следа. Теперь видите, наклейка. А, наклейка. Микромахер. И самое главное. А, это наклейка, чтобы наклеить на низ. А, можно? Кстати, да. Можно посмотреть? Да. Можно посмотреть? Им разложить в пакетики. Интересно. Прикольно. Я приму, что они все-таки в пакетах лежат. Откройте и сами разложите. Да, так и написано. Перед первой партией наклейки, наклейку на ручку лупы. В игре есть 16 дел. Каждое дело состоит из нескольких карт. Карта, относящаяся к одному делу, помещенный символ этого дела в верхнем правом углу рядом с номером карты. Давай наклеим. Ну, да. Он нарисован сердечко, например. Разложите карты, относящиеся к каждому делу в отдельный конверт, отсортировав карты по номерам. Нормально они так решили свои задачи приложить на нас. Карта реально огромная, толстая, сложенная и очень мелкие детали. И сделана реально. Видишь, как карта. То есть это по квадратикам. Ну, давайте посмотрим. То есть вот так выглядит. Смотрите. Вот так вот увеличивает. Куча разных подробностей. Да. Давай попробуй чуть-чуть еще открыть. На какую сторону будем клеить? Давай на эту. Ну, бумага чуть лучше. Стандартная, мне кажется, чуть-чуть. Она даже бестит. Но все равно нужно очень аккуратно эту карту открывать. Я думала, это просто бумагу. Зато это не просто бумага. В углу. Микробак на краем сети. Да, это хороший нужен огромный стол, чтобы это все разложить. О, да. Смотри, это где мы его смотрели. А, он реально есть, да. Тот самый парень из бургера. Аккуратно, здесь тоже расследование можно провести. Давай, это тоже проводим. Да, я приклеила микромафору, но не очень аккуратно, но со всей своей аккуратностью. Давай вводное дело покажем, чуть-чуть, как это выглядит. Вводное дело, это на воде, значит, где-то на корабликах что-то. Дальше будут спойлеры. Да, ну, просто, ну, чтобы показать, как это выглядит. Вводное дело смотрим, цилиндр. Это первая карта дела, главный следователь переворачивает ее и читает вслух текст на обороте. Допустим, я главный этот. Фернандо Бранко шел в местный парк. По прибытии он обнаружил, что его цилиндр пропал. Пап находится в восточной части города, между парком Нептуна и магазином инструмента. Отложите эту карту в сторону. На следующей карте вы увидите ваше первое задание. Найдите пап. Это Фернандо пытается понять, как потерял свой цилиндр. Вам нужно найти эту сцену. И вот тут дальше написано найти типап и дальше много-много разных таких карт. Это вводная, потом авария, также расписано и с другой стороны подробности. И вправду тут реально это тоже самое. Но мы отдельно, я думаю, что снимем. Я думаю, что по тому, как было на коробке расписано, будет понятно, как все выглядит. Сейчас покажем вам первое вводное дело. Да. На карточке написано цилиндр, да, вводное дело. Это первая страница дела, одна из пяти, вон здесь циферка показана. Переворачиваем ее. И здесь написано, что Фернандо Бранко шел в местный паб по прибытию. Он обнаружил, что его цилиндр пропал. Паб находится в восточной части города, между парком Нептуна и магазином инструментов. Мы откладываем. Вот так выглядит Фернандо. Он начал убывать свою голову. Да, кто-то потерял. И берем следующую карточку, на которой написано «Найдите папу». И дальше мы им. Да, и папа у нас находится, напоминаю, между парком Нептуна и магазином инструментов. Смотрите. Мы смотрим. Вот. Видите, молоток. Разве ничего не напоминает магазин инструментов? Или где? Вот. Магазин инструментов. Где у нас тут что находится? Это магазин инструментов? А это парк Нептуна. Парк вон. Парк Нептуна и там Нептун. Видите? И где-то между ними и папа. Так, смотрим. А вот здесь. Вот он. И вот он потерял. Слушай, шляпы еще повыят голову. Да. Вот мы переворачиваем. Теперь мы переворачиваем карточку, которая написана на Нептуна. Это уже вторая спица. Вот здесь пара со шляпой. Отлично. Вот папа. А вот перед ним стоит Фернандо. Он удивлен, что его цилиндр исчез. Фернандо уверен, что когда покупал сосиску с прилавка в северо-восточной части парка Нептуна, цилиндр был у него на голове. Так, теперь берем следующее задание. Найдите прилавок с сосисками. Смотрите, ну вот. Смотрите, ну ты нашел, да? Вот, смотрите. А потом Фернандо в цилиндре. Да, давайте. Теперь вы едете. Переворачиваем. Вот, мы нашли прилавок. Вот прилавок с сосисками. Отсюда Фернандо пошел в папу. Цилиндр все еще был у него на голове. Давайте. Проверяем, что на следующей карточке написано. Что случилось по пути, как украли цилиндр. Давайте следите, Фернандо. Смотрите, вот он идет, хочет пойти в карту. Вам ничего вот это? Удочка. Удочка. Мне кажется, мы разглядали, кто украл цилиндр Фернандо. Да. Теперь проверяем на карточке. Два сорванца выудили цилиндр с головой Фернандо. Ну и подскажка, что ответ, который вы ищете, это всегда сцена на карте города. Вводное дело, оно помогает как раз подготовиться. Следующая карточка и последняя. Где же теперь преступники с добычей? Смотрите, давайте с ним. Вот отсюда. Они пошли сюда. Потом они пошли на скамейку. На скамейке парка Нептуна. Дальше проверяем, никуда ли они оттуда не уходили. Но вроде рядом никого нет. Видимо, они в парке Нептуна. Проверяем. Да. Вот они, сорванцы, сидят на скамейке в парке вместе со своим Иловом. Молодцы. Теперь вы знаете, как играть. Можете приступать к более сложным делам. Напоминаю, их сложных дел 16. 16? Ну, как тебе? Круто. Я хочу еще. Семен, а тебе как игра? Семен, а тебе как игра? Да. Что, продолжаем играть в микро-макро? Да. И у нас следующее дело. Авария. Называется авария. Ну, да, мы с Максимом будем продолжать. Да. Тоже из пяти карточек состоит. Это первая сборочка. Так, ваша задача расследовать подозрительное ДТП. В восточной части города мужчина въехал прямо в фонарный столб. Я где-то видел, по-моему. Проверяем, где у нас восточный. Проверяем все. Так, ну, восточный. Это-то, говорю, вот этот. Значит, где-то тут, по-моему, я видел. Все фонарные столбы я смотрю. Нет, здесь ничего необычного. Я пока только разрушенное пианино увидел. Да, я тоже не понял, что это не очень детская эта игра. Странно. Наверное, стол в порядке. Ты тоже нигде не видишь? Давай посмотрим повнимательнее еще раз. Давай начнем. Где машина? Рядом с фонарными. Я нашел. О, вон. Кстати! Да, вот она. Ну, ехал. И почему? Знаю, все время забыла. Тут сразу на следующей карточке даже написано. Да, найдите. Найдите место аварии. Так, мы нашли место аварии. Столб, в который врезался мужчина, находится на углу портового квартала. Жертва ужасно богатый миллионер Реджин от фон Рейбах. И теперь нам нужно понять, где жила жертва. Похоже. Похоже. А, вон там написано. Подсказка. Похоже, старина заснул за рулем. И нам нужно понять, где жила жертва. А на первой карточке там изображен он? Да, изображен. Вот так вот он выглядит. Слонка кольца. Давай смотреть, где жила жертва. Где-то поблизости. Наверное, да. Поблизости. Надо машину найти. Подожди, это не... А, нет, это какой-то ебаный. Видишь, на машине у него вот такие сверху отметинки. Вот, смотри, по-моему, это она. Что? Да, вот она едет. Вот он. Вот. Он живет вот в этом. Похоже, да. Что он живет вот в этом. Или заходит там. А вдруг кто-то подкинул. Вдруг кого кто-то подкинул. Блин, это... Он заходит. Да, это он. Просто видишь, там какие-то странные эти парни. Вдруг они ему подкинули какое-то снотворное. Мы сейчас быстренько слишком раскроем. Я понял тебя. Да. Так, проверяем дальше. Где жила жертва? Где жила жертва? Да. Это особняк. Реджинельд фон Райбов ехал из дома. Его особняк расположен в северо-восточной части города. Это мы нашли, это Н2. Да, и тут подписано. Да-да-да-да-да. Что вы не показали? Это английский только. Это Н2. Н2. Ну, можно... Вот здесь цифра 2. Там написано у нас... Ну, вот и особняк. Ничего. А вот это 2. Так. Следующая карточка. Есть ли что-то подозрительное в особняке? Ну, ты уже и так, да, понял? Да. Ну, то, что... Смотри. Там какой-то пацан. Видишь? Видишь там какой-то... Вот эти в окне. Ну, там что-то стоит. Как-то упа не сильно нам помогает, да? Да. Ну, ничего. Все равно нормально. Мы видим что-то подозрительное. Смотри. Кто-то кидает снотворное ему в чашку. Да. Так, значит, мы... Смотри, давай еще посмотрим. Смотри, здесь подсказка. Скажи. А, подсказка с самого дела, да? Как выглядит. Подожди, давай посмотрим. Потом он... Это не кто-то. Это его жена, что ли? Проверяем. Похоже на то, что жена ему кинула снотворное. А во всем виноват вот этот кот. А прикинь, реально. Или нет, нет. Во всем виноват дворецкий. А тут вон, это вот. Уборщик территории. Вполне возможно, что он и есть. Так. Вот она ему подкинула. Так, есть ли что-то подозрительное в особняке? Перед тем, как Миланер уехал, он выпил чаю со своей молодой и красивой женой. Но прежде женщина что-то подсыпала в его чашку. И, внимание, вопрос. Что она туда подсыпала и где она это взяла? Ну что, нам придется теперь следить за женой, да? Смотри! Сейчас, подожди, посмотрим, где она там. Помнишь, прошлое дело? Помнишь? Подожди. Да, ну. Лекарства и там Н. А, вон она, смотри. Снотворная. Вот она идет по городу. И у нее пакетик с Н. У нее пакетик с Н. Магазин усыплял их. И она их вот здесь купила, да? Да. Вот так это выглядит на карте. То есть, вот это ее дом, особняк, и она вот здесь по дороге идет. Мы обратно откатываемся с муки. Вот, вот она. Вот она. И вот она в аптеке купила. И там циферка Н, видите? И там тоже Н на пачке. Магазин, который рекламирует вам наверху, да? Это реклама снотворная. Проверяем. Да, снотворная. Снотворная. Она купила снотворную в аптеке. Она воображала себе светлое будущее с деньгами погибшего миллионера. Но благодаря вам она попадет в решетку. Е-е-е-е! Мы раскрыли дело. И заняло это у нас 6 минут. Следующее дело – ограбление банка. Два уровня сложности. Да. И здесь маска предсказана. В северо-западной части города, рядом с салоном, подержанной в автомобиле, был ограблен банк. Преступники в бегах. Наша задача – найти банк. В северо-западной. Я где-то видел, кстати, значок долларов. А северо-запад – это значит вот… Это север или это… Север, юг, запад, восток. Северо-запад – это значит вот на этой части. Давай вот, 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 вот. Вот, 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 вот. А какая там была подсказка, рядом с чем он находится в банке? Там подсказка была маска. Просто. Не-не-не, там была подсказка. Я нашел! Ты нашел банк и ограбление, да? Да. Вон она. Ребята, ребята ограбляют банк. В маске. Так, найдите банк. А, ну, домой. Мы нашли банк. Двое преступников маска совершили вооруженное ограбление и скрылись с чемоданом в деле. Все, все проявили. Нет, мы еще не будем. Так, наша задача – найти, где они бросили свои маски. Смотри, и сходу все проявили. Смотри, пап. Это мне ничего не напоминает? Я по пути встретил какой-то музей. Ну, подожди, давай посмотрим, где они бросили свои маски. Попутин какой-то. Ну, рядом с банком. Сбала лупа. А где наша лупа? Лупа. Так, вон, смотри, я нашел, что они убежали вот сюда. Вон сюда убежали. Вот они. Я не вижу. Вот они бегут. Эй, где нас лупа? Лупа. Да, вон. Так, и дальше у меня непонятно с чемоданом. Где? Вот чемодан. Не в чемодан там. Я вижу, да. А вот куда они дальше побежали, мне непонятно. Купление, крапление. Или это они же, да? Где? Похоже это на они. В машину. Вот они, да? Они крадут лошадей. Это они, интересно. Чемодан есть. А где же они маски дели? Похоже на то, смотри. Похоже, что это те же ребята. Они стащили, взломали здесь. Чемодан остался. Взяли лошадей. И кинул маски. Вот они. А вот они на лошадях. И с чемоданом. А где они? Да, вон деньги летят. Да, это точно они. Да. Вопрос, где они маски скинули? Пап, дай мне туда, может, я на их куку. Где? А если что, на него? Здесь. Деньги. Да, деньги видно. А вот где они маски скинули, так и непонятно. Да. Может, в канализацию какую-то. Это в банке такие. Смотри, здесь тоже ничего нет. Смотрите. Они тут пробегают, а они говорят, а вот они, куда скинули. А я рядом смотрела, не увидела, потому что на камере было видно. Да, маски скинули здесь. Мы уже все разгадали. Да. Где они сбросили свои маски, мы нашли. Преступников видели, когда они выбрасывали маски за фургоном с лошадьми на границе спального района. Похоже, мы имеем дело со знаменитой парой грабителей Джесси и Джеймсом. Так, следующий вопрос, да, что у нас там? Это была третья, четвертая. Какие четыре способа? Какие четыре способа передвижения они использовали, убегая из города? Четыре? Ну, первый мы нашли, да? Первый это, они вот чик там взломали. Да, первый на лошадях. Давай дальше смотреть, куда они. Лошади, да? А где дальше? А вот с лошади. Они еще на лошадях. Потом надо смотреть. Давай сюда передвигаемся. Они на лошадях передвигаются. Давай дальше смотреть. Вон, смотри, ниже я тоже нашел. Это они. Давай здесь посмотрим. А, здесь они уже исчезают. Они поставили лошадей. Тут. В метро спустили, что ли? Или как-то по-другому. Они в метро, а? Не, не факт, я не вижу. Лошадей оставили, но теперь где они? Да. Надо по чемодану хоть понять. Ну, это чисто теоретически они, конечно, спустили с метро. Давай еще один выход из метро. Смотри, я нашел. Здесь есть метро поблизости? Здесь есть метро поблизости еще. На, ты ребят этих нашел. Да, видишь? Прическа. Да, прическа. И надо найти им, что они по метро. С этого лись. С лись. Давай примерно так, где мы. А, тут написано. Е2, Е5 это расположение, да? Е2? А, это, кажется, что? Это где могут выйти, а у нас нету таких символов. А, да. Это надо искать просто, где у нас. Так, ну, вот метро, где ем. Где там было? Я уже потерял. Где там метро было? Где они лошади поставили? Странная игра. Так. Так. Так, мы закончили. Только смотреть, когда лошади они оставили, да? Теперь давай проведем, типа, маршрут. Ну, как они могут... Вон, тут не видно, что они спустились туда. Может, они и не там. Ну, это факт, что они не могут быть там так. Ну, я проверю. Передем на стену. Паршрут. Ну, дам-то на карте случайно нашел. Мне кажется, что это похоже на них. Что? Ну, где ты тут здесь находил? Вот это, да? Да. Что похоже на этих ребят? Ну, видишь, прическа. Та же самая прическа. Смотри. Автомобиль тоже самый. Так, автомобиль тоже самый, да. Давай тогда вот. Значит, они... Вот. Нет, они... Смотри, где это... Где метро было? Где-то... Где-то метро было? Блин. Все время забываю, где-то метро было. Вот она. Вот. Метро. А вот. Смотри. Вот. Здесь нет машины. Может быть, много. Давай просмотрим. Посмотрим. Как? Что будет? Мы долго искали. Мы долго искали, не ставили на запись это записывать. Долгие мучительные поиски привели к тому, что мы поняли, что есть станция метро U2-U5. И U1-U2. Да. И мы нашли U1-U2. И здесь они пересаживаются на третий вид транспорта. Сначала они были на лошадях, потом на метро. Потом на машине. Теперь на машине. Теперь будем следить, как они на машине едут. А, вот они. Вот там. А... Куда они дальше поехали? Они у меня едут. Мама, мама, они где-то должны тут приезжать. Так. Или сюда поворачивать, нет? Нет. А, вот они. Во. На машине. Как они там дальше? Они вон туда, да, наверное, уехали? А, вот они, да. Вот они едут на машине с деньгами. Вот, 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 смотри, вот они. И вот эта, да, машина? Да, да? Да. И... Это не они. Это не они, не они. Вон кричит там мужик. Вон, смотри, на взгляд. Да, который за ними глялся. Они взяли на яхту. И они уплыли на яхте. Вон. Вот. Да. Все. Блин, они ушли. На какие четыре способа передвижения они использовали, бегая из города? Сначала они лошадь, затем поехали на метро, по второй ветке на север города, потом они угнали машину, доехали до берега реки, откуда уплыли на катере. Все. А, нет, пятый. Ага. Где добыча? Где? Смотри, а у них мешка нет. У них нету с собой. У них нет. Так. Погнали обратно, смотри. Я помню, что деньги разлетались еще из машины, да? Да. Вот здесь уже они уже не летят. Нет, но они еще тогда не летели. Не, не, не. Вот здесь летят. Вот здесь видно. Здесь они еще с деньгами. Здесь они еще с деньгами. Где мы их? Где мы их потеряли, что-нибудь? Они куда-то здесь заворачивают, да? Нет, нет, тут они вот здесь въедут, а надо вот здесь посмотреть. Они все просыпали. Я знаю, они сходили в бар. Да нет, подожди. Машина есть? Деньги летят. Где еще раз у них была эта машина? Вы здесь видели, как они ехали на машине? Здесь уже чемодана не было. Ну, может, чистое, теоретически он улетел, конечно? Да. Нет, он на заднем сиденье стоял. Где просто дальше непонятно. Не знаю. Что дальше произошло? Смотри. Так, смотри, прослеживаем машину. Машину и они ее... Ну, вот они здесь. Что? Вот так вот они, смотри. Они вот так проезжали, да? Они вот так вот проехали. Ага. И по пути... А, они по пути поставили машину, вон она, да? Да. Они поставили машину и они закопали их. А, потому что потом они уже ехали без чемодана. Круть. Прикольно. Проверяем. Где добыча? Да, заначка. Преступники заехали в магазин инструментов за лопатой, чтобы закопать деньги на берегу реки. Отличная работа. Несколько купюр пропало, но большую часть денег удалось вернуть. Они где-то заехали в магазин, да? Вот в магазине непонятно, да? А, смотри. А, это и есть магазин инструментов. Они захватили лопату. Логично. Ну, потому что часть купюров они там заплатили. Все, большое спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Пока. Пока.